Старковый матч Кубка Первого канала. Главный тренер нашей сборной Олег Валерьевич Нароков. Олег Валерьевич, пожалуйста, несколько слов. Привет. Но, к сожалению, у нас какой-нибудь матч не сложился. Неплохой был первый период, где, наверное, бочки были сбивали большие наглушаемые. Там второй период, но без уха голод Танька. Хотя в второй период мы доминировали, но, к сожалению, очень мало бросали повороты. Ну и третий, наверное, немножко всего у нас не хватило. Вопросы, коллеги? Валерий Валерьевич, оцените его, пожалуйста, в ТВК. Почему не на его? Он что-то прав, главное не касался. Можете пояснить чуть-чуть? А он вообще своего играет. Ну, обычно Аль Валерьевич, а между правой флангом, там плотников передачи, правой флангом. Ну, его лагеревый фланг, я не знаю, где вы это видели. Ну, конечно. Спасибо. Аль Валерьевич, вас не беспокоило, потому что физическое состояние? Не ходило на третий период. Беспокоило? А это из чего? Они такие уставшие приехали? Ну, я думаю, что да. Да. Допустим, Швейды сыграли в своем чемпионате 25, по-моему, игр, а муж за 40 были. Да, и продолжение темы, с учетом того, что у вас почти нет тренировок, причем как раз это мастерство, что вы из ребят из этого состояния. Тренировок нет. У нас было две тренировки, я думаю, что нужно было вообще только одну проводить, потому что, на самом деле, мы проверили ребят физическое состояние, оно вот так было не очень хорошее, в принципе. Я понимаю, что в своих кругах сейчас идет борьба за плей-офф, поэтому ребята отдаются. Игорь? Ну, мы хотели посмотреть. Олег Валерьевич, Борис Титов, что можете сказать о взаимопонимании в звеньях? Ну, у нас были собраны звенья и сколы, поэтому они уже зубы монеты. Речи не идет. То есть просто свежести не хватает, да? Ну, просто не хватило свежести. Я еще раз говорю, что второй период мы доминировали или... К сожалению, очень мало борского было. С одним голем это очень опасно. Олег Валерьевич, как Вы оценили игру молодых игроков сборной? К тому же Владиславу Гаврикову или Сергею Светлатоуру. Вот, ну, их ошибки – это следствие, ну, таких достаточно… вследствие того, что они недавно с ним играли в молодежке или вследствие того, что это для них первые игры за форму? Ну, во-первых, никто и даже опытные игроки не играют без ошибок. Очень грубых ошибок я не увидел. Было неоправданное удаление. Единственный шаг. Тот же Гавриков забил ему голубь. Олег Валерьевич, в прошлом году здесь тоже начали со шведами, проиграли, потом было четвертое место. Что вы скажете тем болельщикам, которым будут беспокоить эти аналогии? Еще раз? Что скажете болельщикам, которым будут эти параллели беспокоить? Не понял. Параллели? Извините, еще раз вопрос. Задайте, пожалуйста, я этот смысл. В прошлом году начали со шведами, здесь тоже проиграли. Потом было четвертое место. Вот сейчас у болельщиков будут такие ассоциации с прошлым годом. Что вы им скажете? Болельщикам скажем? Да. Валентин забронил Россию. Даже если у нас не будут силы, будем вдаваться до конца и были биться в Кажематерске. У вас стоимость вопроса? Да. Отлично. Спасибо. Здравствуйте. Олег Владимирович, можете рассказать, почему сегодня наряд принесло в Любушке? Почему он занимает? Потому что у нас было сегодня заявлено семь защитников. И был Осипов, который мы хотели посмотреть. Следующий год будет играть в Любушке. Давайте два заключительных вопроса. Клубное сочетание останется на следующей ночи? Ну, скорее всего да, но что-то поменяем все равно. Потому что здесь завтра, даже не знаю, будем завтра раскатываться или нет. Надо подумать еще. В смысле, это риск же, да? Сейчас экспериментировать? Ну, понимаете, ни сборов, ни тренировок, ни вообще как это. Мы собрались, вот, сегодня собрались, грубо говоря, завтра играем. Поэтому, физическое состояние самое главное. Ну, исключительно вопрос. Да. Давлеет ли над вами то, что турнир в Москве посвящен 70-летию российского хоккея? Ну, наверное, ребята немножко, конечно, перевновались. Перевновались, извините. Ну, здесь что сказать. Здесь вот первый период мы неплохо начали, еще раз говорю. Нужно было забыть просто лучше одного гола. Тогда, наверное, игра их раскрепостила. И они играли совсем по-другому. Другой результат был. К сожалению, у нас это не получилось. И, не простите меня, голод этот немножко скрыл. Ну, задача на турнир остается первое место, да? У нас других задач никогда не было. Спасибо большое, коллеги. Спасибо.